Защищал страну от фашистов, служил разведчиком и заставил мир уважать советский хоккей. Легендарный спортсмен Александр Комаров жил в скромной хрущевке на улице Революционной. Человек добрейшей души, рассказывает председатель дома Светлана Андреева. С момента его смерти прошло более 10 лет, однако хоккеиста не перестают вспоминать. 25 июня Александр Комаров отметил бы 100-летний юбилей. Семья у него была так, муж, жена и был сын. Семья была хорошая, жила в 58-й квартире в нашем доме. Таких людей надо увековечивать и обязательно вспоминать. Нам, конечно, мы горды, что все-таки нашему дому такая выпала честь. А Светлана Кочергина жила с ним на одном этаже. По-соседски они всегда помогали друг другу и ходили в гости на пироги, вспоминает женщина. Казалось бы, известный человек мог себе позволить многое. Однако у него не было звездной болезни. Наоборот, Комаров стремился быть поближе к людям, не любил одиночества. Излишняя гордость его не съедала, это точно. То есть это был человек совершенно скромный. Я тогда удивлялась, думаю, боже мой, чемпион мира. Живет так скромно, непрезентабельно, ничего не просит. Такая врожденная скромность у человека была. Александр Комаров родился в Москве в 1923 году. Любовь к спорту ему начал прививать старший брат, с которым они вместе играли в хоккей с мячом на стадионе. У юного спортсмена неплохо получалось. Со временем постоянная практика начала давать результат. Однако Великая Отечественная война поменяла все планы. В 1941-м его призвали на трудовой фронт. И только спустя 8 лет Комарова пригласил в ЦДК тренера Анатолий Тарасов. Переживший войну форвард быстро завоевал доверие и авторитет. Хоккеист, человек команды, выступал за спортивный клуб армии ЦСКА, нападающий. И провел в первенстве СССР ни много ни мало, 170 игр, которые забил 101 гол. Пиком карьеры Комарова стала победа на первом в истории сборной СССР чемпионате мира. На турнир, который проходил в Стокгольме, советская команда отправлялась без большой надежды на успех. Однако удача улыбнулась спортсменам. Легенда, действительно, пионеры самарского хоккея впервые приехали на чемпионат мира, не имея международного опыта таких игр. И, честно, никто не ожидал, что они станут чемпионом мира. Обыграли все команды, со шведами сыграли не ничью, а в финале обыграли канадцев со счетом 7-2 или 7-3, я вот, честно, не помню счет точно. Но это была мировая сенсация. На родине чемпионов мира встречали как героев. Спорт для Комарова стал действительно судьбоносным. Ведь именно на работе Александр встретил свою любовь. Хоккей, баскетбол, ручной мяч, ну, много было команд, и женских, и мужских. Вот. И он нашел себе половину, Антонину. Она у воротов в гамболе стояла. Вот. И все, и у них так завязалось все. После смерти супруги здоровье Александра Комарова сильно подорвалось. Он пережил два инсульта. Забывшим хоккеистам требовался ежедневный уход. Заслуженному ветерану помогали друзья и знакомые, навещая его каждый день. Из жизни Александр Комаров ушел в возрасте 90 лет. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События.